Круглогодичный центр отдыха «Радуга» расположен на северном побережье Иссыкуля в селе Чонцары-Ой, в 14 километрах от Чолпуна-Ты и в 20 километрах от аэропорта. Территория пляжа составляет более 1000 метров, которая оборудована навесами, зонами, где вы можете переодеться и убрать песок, когда покидаете пляж. Шезлонги на пляже тоже имеются, но с 2023 года они стали платными и составляют 300 сомов за шезлонг. Кстати, курс сом-рубль примерно одинаковый, курс сом-тенге примерно 1 к 5, или 100 тенге – это 20 сомов. За пляжем тщательно следят и убирают, о чем говорят таблички, которые находятся абсолютно везде. А если вы встретите молодых людей в красных спасательных жилетах, то знайте, что это спасатели. Они следят за порядком и чистотой на пляже и на пирсе. Пляжная территория покрыта песком, а ближе к воде – камнями. Заходить в воду с берега не очень комфортно, так как там очень много камней. Береговая зона мелкая и только в конце пирса будет гораздо глубже. Если вы все равно хотите заходить в воду с берега, то лучше это делать, надев шлепанцы или лечь на надувной матрас. Но я бы рекомендовал купаться с пирса. На территории центра отдыха «Радуга» есть три пирса, оснащенные зонами для отдыха, скамейками и баром. Там удобно загорать и заходить в воду. Кто не был на Иссыкуле, то хочу сказать, что вода в озере прозрачная, немного солоноватая и с непривычки холодноватая, так как озеро находится на высоте 1609 метров над уровнем моря высоко в горах. Как и на любом курорте, вы можете покататься на доске. В 2023 году цена составляет 500 сомов в час. Также по классике это скутер, банан, таблетка и катамарант. Отдельно хочу рассказать про детскую и спортивную площадку, которая находится на пляже. Для любителей спортивного отдыха здесь есть чем заняться. Множество турников, брусьев и шведских стенок. Есть футбольное поле для тех, кто любит поиграть с мячом. Дети также могут покачаться на качелях, полазать в домиках и попрыгать на батуте. На территории центра отдыха Ратуга также имеются открытые и крытые бассейны. Открытый бассейн состоит из двух частей – глубокий и мелкий для малышей. В связи с чем он очень популярен среди семейных отдыхающих. Цены в 2023 году для взрослого составляют 350 сомов с человека и 150 сомов с ребенка. Детям до 5 лет вход бесплатный. Кстати, курс сом-рубль примерно одинаковый. Курс сом-тенге примерно 1 к 5, или 100 тенге – это 20 сомов. У бассейна вы найдете шезлонги, которые в отличие от пляжа входят в стоимость билета. Ну а если вы не успели взять шезлонг, то там также имеются ротанговые стульчики. Кстати, у бассейна находится отличная кондитерская бисквит на случай, если вы проголодались. А также ресторан и центр отдыха. Отдельное питание я расскажу чуть позже. Ну а теперь мы перейдем к блоку питания. Как я упомянул ранее, у бассейна вы найдете кондитерскую бисквит. Недалеко от бассейна также есть отличное кафе «Амар Хайям», которое специализируется на национальной и азиатской кухне. Данное кафе пользуется популярностью у отдыхающих центров отдыха, так как кухня там действительно вкусная и разнообразная. Средний чек на человека выйдет около 1000-1500 сомов на человека. На пляже вы найдете два кафе. Это «Азия Суши» и «Ви Бич». «Азия Суши» привлекает своих посетителей более низкими ценами. Здесь вы можете попробовать хорошую пиццу и вкусный том-ям. Кстати, все ссылки на заведение я приложу в описании, где вы сможете более подробно ознакомиться с меню и услугами заведений. «Ви Бич» – место для тех, кто любит потусить и покурить кальян, так как на территории кафе есть собственный бассейн и диджей. В глубине центра отдыха вы также можете найти кафе «Остров сокровищ». Здесь вы можете послушать живую музыку и насладиться природой пансионата. Также есть кафе от самого центра отдыха. Питание в нем представлено в виде шведского стола. На территории центра отдыха есть пятиэтажный отель, расположенный в левой части пансионата. Попадая внутрь которого, кажется, что ты попал в отдельный микрорайон со своей детской площадкой, кафе и улочками, где катаются дети на велосипедах и самокатах. Также хочется сказать про детский уголок, который состоит из игровой площадки и закрытой игровой зоны, где дети могут играть под присмотром няней. Ну а если они не хотят сидеть внутри, то они могут побегать на улице. Здесь много качелей и всего того, что так любят дети. Неподалеку есть теннисный корт и пинг-понг. Пинг-понг стоит 200 сомов в час. Это примерно 180 рублей или 1000 тенге. Вообще, территория центра отдыха очень зеленая, поэтому здесь так легко дышать. Здесь очень много больших деревьев. Кстати, раньше вместо центра отдыха здесь был детский оздоровительный комплекс радуга. Лет 25 назад, когда я был подростком, я здесь отдыхал. Все поменялось, но название осталось прежним. Поехали дальше. В центре отдыха есть свой собственный продуктовый магазин «Солнышко», где вы сможете приобрести все, начиная от молочной продукции, колбас и хлеба, до прохладительных и спиртных напитков на любой вкус. Также есть магазин «Винни-Пух», где вы сможете приобрести товары для детей. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Напишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать еще про Кыргызстан. Но я постараюсь ответить на все ваши вопросы и пожелания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok